Всем привет! У микрофоновеля! И дамы и господа, до нового обновления осталось всего лишь месяц, потому что в следующем месяце у нас получается в октябре, сентябрь, октябрь, да, в октябре у нас выходит хэллоуинское обновление, ну и конечно же за месяц уже потихонечку, помаленечку к нам прибираются интересные новости. Давай сразу под это все, под кейсики бабахнем, 15 кейсиков фаблецких мы купим и давай 15 кейсиков, например, ну почему бы не купить, ну рэвенж, например, да, вот тоже как бы было бы с красотой конкретно. Ты пока ставишь лайкосик, пока что, собственно, подписываешься на канал, если вдруг не подписан, ну и конечно, бро, пишешь свои мысли в комментариях, потому что ролик разговорный, мы будем говорить про следующее обновление, про хэллоуинское обновление, зомби, монстры, все дела. Вот, и еще, ну, я не могу сказать, скажу источники, да, есть, значит, получается, слушок такой интересный, что в хэллоуинском обновлении мы попрощаемся с одним из кейсов. С одним из кейсов мы, возможно, попрощаемся, я не говорю, что прям 100% точная информация, прям ГБЛ, прям все, ребята, капец, но есть такая вероятность. И интересно, с каким именно кейсом мы сможем попрощаться, если мы, собственно, если разработчики будут его убирать из магазина и перемещать на рынок. Как ты думаешь, пиши в комментариях. Вот, я думаю, что, как бы, ну, есть огромная вероятность того, что Фаблецкий у нас уходит. Вот, есть огромная вероятность, что у нас Эмпайр кейс уходит, потому что это единственный кейс с перчатками, и он довольно-таки уже неактуальный. Ну и, конечно же, у нас есть еще опасение, что реванж тоже у нас уберут, потому что это у нас что, неужели? А, ну, это реванж, собственно, Fireborn, вот это вот вся, по-моему, тема, да, вот что-то такое вот добавляли. А это, извини меня, когда еще добавляли? Поэтому будем держать руку на пульсе. Ну и вообще, я, по-моему, три видоса выпустил после обновления. Разработчики на что-то намекают. Вот, помните, каждый раз, когда мне выпадала какая-то аркана из кейса, большинство, наверное, моих тейков, они сбывались. И вот это очень и очень интересно, дамы и господа. Это будет интересный видос. Лайкосик ты, лайкосик, если ты еще не поставил, обязательно поставь. В общем, как вы заметили, да, всего недавно обновление вышло, собственно, летнее, вот, пару видосов сделали. Ой, ну, как бы, ну, не летнее, да, вот этот вот обнова, какая, как она называется? Рефордж, е-моё, да, оно вышло. И вот совсем вот немножечко месяцок пройдет, и еще обновление хэллоуинское. Полтора месяца, и обновление новогоднее. Понимаешь, сколько контента нас ждет? Ну и, конечно же, куча батлпасиков, куча всяких различных активностей, куча всякого различного интересного нас ожидает. Ну, по поводу батлпаса, это все дело понятно. Кстати, разработчики также еще любят под хэллоуинский режим, под хэллоуинскую обнову, точнее, любят добавлять всякие различные спинчики. Возможно, новый вид спин-офф нас ждет. Помните, Project X, там тоже у нас был спинчик, мы все радовались, говорили, спинчик, это, конечно, круто, классно, все дела. Вот, правда, спинчик прообузили, и в итоге все, как говорится, поломали. Помните, спинчик прообузили? Вот, это было тоже интересно, там какая-то была багуля. В общем, будут всякие различные вот такие вот механики, помимо батлпаса, однозначно вводиться. Если кейс, то это вообще имба полнейшая будет. Если будет кейс, вот, это прям вообще 10 из 10. Вы, знаете, скажете, Веля, но кейсы добавляют у нас только в новом сезоне. Нет, не только в новом сезоне. Как и вообще, бро, ты заметил, что выходит обнова за обновой, и нам все равно, помимо всяких там атмосферных штук, там, допустим, какие-то режимы, батлпасики в стиле обновы и так далее, нам добавляют всякие различные игровые механики. У нас обновляют худы, и многое что, много что делают, допустим, на Fun and Sun, собственно, да, помнишь, худ нам обновили, ого-го-го-го, это нифига себе, это должно, это, по сути, должно было выйти в новом сезоне. Но это вышло просто в обновлении, поэтому я ожидаю в 0.31.0, что в хэллоуинском обновлении нам тоже что-то, да и перелопатят. И, кстати, это было бы, наверное, идеальное время, чтобы водить оперативников. Почему, спросите вы меня, а я все вам скажу, конечно же, потому что это видосик, собственно, да, я вам все вам расскажу и скажу. Как вы понимаете, стендовщик сейчас переделывают, переделывают активно, переделывают худы, переделывают всякие различные настройки управления, допустим, да, вот, если мы берем тоже, это все дело переделано. Множество всяких аспектов переделывают, и я прям чувствую, guys, ну это прям чувство вот здесь вот, что разработчики прямо сейчас, пока мы смотрим с вами этот видосик, прямо сейчас, дамы и господа, работают над худом менюшки. Да, худ менюшки прикольный, классный, но очень много недостающих элементов. Допустим, совсем скоро нам будут добавлять награды за вход в игру. Куда ты этот баннер поставишь? Куда? У нас тут вообще, блин, три звания уже, друзья, всякие баннеры. То есть нужно это все дело освежать. А знаешь, когда они будут это дело релизить? Именно там новый худ и так далее, то есть новую менюшку и так далее. Когда на главный экран нужно будет поставить какого-нибудь оперативника. Как это сделано в CS2, грубо говоря. В CS2 на главном экране у нас находится наш персонаж. Там типа, и можно ему там выставить бэк, можно ему выставить скин, можно ему выставить, я не знаю, там, оперативника, собственно. Понимаешь, да? И будет у нас переделан, переделанное меню. По-любому будут переделаны меню. И есть огромная вероятность, что именно в 0.310 мы это увидим. Потому что, по-любому, само обновление, оно очень атмосферное. Чтобы добиться атмосферности, нужно прям что-то прям конкретно делать крутое. Вот. Плюсом, конечно же, ребаланс оружия. Тоже многие киберы об этом говорят, типа, ребаланс оружия. Возможно, в 0.310 мы тоже увидим и ребаланс оружия. Пофиксят зумки. И будет вообще все дело с кайфом. И вообще подготавливают игру. Ты замечаешь, что игру к чему-то подготавливают. Многие говорят к релизу. Многие говорят, что игру подготавливают к релизу. Я, в принципе, здесь более-менее плюс-минус согласен, что подготавливают к релизу. Если вдруг вы не в курсе, наша игра Stand of 2 до сих пор в бете. Это бета. Это бета длиной в 7 лет. Да, это бета. Вот. Но видно, что разработчики подготавливают игру к релизу. Я не говорю, что 0.310 это будет релиз. Ни в коем случае. Я просто вижу, как подготавливают всякие различные визуальные элементы. Всякие различные функционалы и так далее. Чтобы потом нам сделать релиз с клиент-сервером. С переписанным кором игры. И чтобы было вообще с кайфом. Возможно, какой-то там оптимизированный графический движок нового уровня, например. Да, то есть какого-то там, я не знаю, может быть тени у нас будут динамичные, возможно. Хотя, извини меня. Если разработчики добавят какую-то динамичную тень, даже динамичное освещение, допустим, то многие телефоны пресс-ф. Потому что я знаю, что не у всех, извините меня, айфоны пятнадцатые, не у всех рокфоны, не у всех жесткие телефоны. Я прекрасно понимаю, по возможности, плюс-минус у большинства игроков, вот если все просто, как бы, ну, сравнить, я не знаю, то плюс-минус у многих игроков девайс-телефон за, ну, плюс-минус десять тысяч. Ну, плюс-минус. Типа есть и за пять, и за шесть, есть также и за пятнадцать, и за двадцать. Но если все это дело, так сказать, сравнить и сравнять, то получается, что плюс-минус десять тысяч, это средний бюджет, собственно, на игровой девайс, на девайс телефонный, собственно, да. Вот, поэтому тоже куча оптимизаций нужно вводить и так далее. Монстры, кровь, кишки, страшные карты. Вот это вот я жду. Мне очень понравился Project X, потому что там были зомби, там была вот эта вот вся возня. Мне не очень понравились Yo-Kai, мне не очень понравились эти вот предыдущие обновления. С тыквоголовыми я до сих пор, я не отказываюсь от своих слов, тыквоголовые это самое позорное, что можно было выпустить на Хэллоуин, собственно, да. И тут Хэллоуин по-любому будут монстряки, по-любому. Тем более у нас до сих пор еще есть сюжетная линия, которой будут придерживаться. Сюжетная линия, там, Beholder взял в заложники чувака, вот. И они там крутят, вертят какой-то вирус, вирус Project X. Потом они этот вирус улучшат и будут какие-то зомби, монстры, которые будут, например, мутировать. Это был бы прикольный игровой геймплей. Если ты играешь за зомби, ты делаешь там 2 килла, грубо говоря, там, то есть ты взял и заразил двух людей. И ты сможешь мутировать, у тебя появятся щупальцы. Щупальцы, и по способности, да, вот как было в Project X, у зомби была такая кнопочка. Прямо посередине экрана кнопочка была, где ты можешь быть невидимым. А там, например, там мутировать. Щупальцы, блин, монстры, ё-моё, и так далее. Это все было бы прикольно, чтобы разработчики добавили. Я более чем уверен, что это будет. Вот. По батлпасику классика. По спину здесь интересно, потому что разработчики это все дело будут опять перелопачивать, опять переделывать на новый лад, на новый вид. Ну и, конечно же, интерфейс. Интерфейс пора менять. Интерфейс постоянно требует доработки. У нас очень много новых механик. У нас появятся оперативники. Я надеюсь, что оперативники у нас появятся в 0.310. Это было бы очень круто. И, наверное, многие скажут, типа, Веля, ну какие оперативники в 0.310? Какие оперативники в Хэллоуин? Ты что, дурак, что ли, чтобы какие-то нововведения добавляли в Хэллоуинское обновление? А я скажу вот что, бро. Стикеры, стикеры, самые первые стикеры у нас появились в обновлении Хэллоуин. То есть, стикер Хэллоуин Коллекшн 2019 у нас появился, собственно, вот в 19-м году в Хэллоуинское обновление. И, в принципе, ты меня спросишь, типа, ну, а, о, да, типа, и, и, то есть, то есть Хэллоуинское обновление и новогоднее обновление тоже будут приносить какие-то новшества, которые будут оставаться после обновления? Да, да, раньше я постоянно в разговорниках говорил, ребят, ничего не ожидаем сверхъестественного от ивентовых обновлений. Сейчас переобувочка. Сейчас переобуваемся, потому что я вижу, что совершенно по-другому сейчас разработчики делают. И на каждое обновление, неважно, это или сезон, или это у нас какое-то ивентовое обновление, выходят все равно какие-то новые фишечки, выходят новые штучечки, выходят новые какие-то... Помните, 5 years, получается, обнова, когда нам добавили функцию с граффити? Например, да, то есть разработчики не чураются в ивентовое обновление добавлять какие-то фишечки, какие-то функции, которые потом останутся после уже окончания ивента. Вот, ну и, конечно, нас ждет очень эффектный, очень классный трейлер. Трейлер Project X, один из лучших трейлеров на Хэллоуин. Там были монстряки, там были вот это, ааа, крики, там было вот это... Это круто, там был спрайт крови, который тек вот так вот. Тек, тек, и тек, и это было классно, атмосферно. Более чем уверен в том, что разработчики так же сделают и с новым, получается, Хэллоуинским обновлением. И, на самом деле, многие так же еще скажут, Велесик, почему ты говоришь именно сейчас? А потому что все, остался один месяц. Хэллоуинская... Хэллоуин вообще 31 октября. Сейчас я записываю ролик 28-го. И, скорее всего, 28-го сентября я так же его выложу. Вот, и примерно плюс-минус, плюс-минус, 28-го октября... О, дата выхода нафиг! 28-го октября у нас выходит Хэллоуинское обновление. У нас выходит Хэллоуинское обновление, все, и тоси-боси вот так вот будем делать, играть, кайфовать. Вот, обязательно, ребятулечки, не забываем. Про телеграм-канал, естественно. Миллион голды, бро! Миллион голды, а голда понадобится. У нас БП за голду оказывается. У нас множество функций за голду. Выйдет рулетка, она будет за голду. И миллион голды мы с Мамонтом раздаем вам, дорогие друзья. Точнее, миллион голды. 111 тысяч, 111. И это нужно брать и лутать. Это нужно брать и забирать. Поэтому мой телеграм-канал по ссылочке в описании, я не знаю, может быть, в закрепленном комментарии поставлю. Или QR-код на экране постоянно вылазит. Постоянно вылазит для того, чтобы вам напомнить, гайз, что телеграм-это очень важно. Там очень много всяких различных раздач и так далее. Вот. Ну и давай подытожим. Давай подытожим. У нас до Хэллоуинского обновления осталось совсем немножко. Месяц. Остался у нас месяц, гайз. Будут множество фишечек, которые мы даже и не подозреваем. Будут изменения игровых механик по-любому. Это не будет просто ивентовое обновление. Что мы, ну, типа, ну, смотрите, мы сделали Battle Pass, мы сделали Spin, мы сделали, там, новое оформление, там, грубо говоря, бэка в меню. Вот это, типа, у нас постоянно новое оформление бэка, там, типа, ну, вот это вот экран. То есть, ты понял, о чём я говорю. Всякие там светяшки внизу, видишь, светяшки, это тоже бэк. Вот. И всё, типа, всё, ребята, играйте. Нет, у нас будет конкретно всё это дело масштабироваться. Масштабироваться в изменения менюшки, возможно, в оперативниках. Скорее всего, оперативников добавят именно в 0.31.0, дамы и господа. Это огромная возможность разработчикам сделать это. Потому что добавить оперативников в серьёзную игру в стендов, два серьёзных дяденек под хэллоуинское обновление, это было бы очень круто. Почему? Потому что под новогодние обновления добавлять кого? Кого добавлять вы будете под новогодние обновления? Дедов Морозов, Санта-Клаусов и Снегурочек? Нет, давайте под хэллоуинское обновление добавляем нам мужиков со шрамами. Такие вот очень мощные, такие бам-бам-бам, чтобы мы за них играли. Вот. Плюсом не забываем про кейс, который давно пора бы уже убирать. Какой-то из четырёх. И, скорее всего, где-то в середине октября будет понятно, какой кейс уберут, если его уберут. Потому что акции не спят. Акции у нас время от времени обновляются. И будет какая-то акция, которая именно будет нацелена на кейс. И тогда мы будем уже сто процентов знать, что кейс уберут. Ну и также, ребята, код автора Веля. Обязательно вводим, заходим сюда и пишем. А Велуа. Вот так вот Веля пишем. Вот так вот, ребята. Вот так вот пишем Веля. Применяем код автора. Спасибо большое всем, кто поддерживает меня через код автора. Вы самые лучшие. А у микрофона был Веля. И мы с вами поговорили про хэллоуинское обновление. И даже про дату выхода. 28 октября. Есть у меня такая догадка. Спасибо большое за просмотр. Пишите свои мысли в комментариях. Не забываем про лайк, про подписку на канал с колокольчиком. Плюс комментарий. Всех вас люблю. Всех вас обнял. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok